приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о народных приметах и народном календаре на 10 мая уделим внимание народным приметами поговорим о том что можно делать в этот день и что ни в коем случае нельзя делать так говорили наши предки далее все более подробно 10 мая церковь и верующие почитают апостола и священномученика симеона сродника господня священномученика 1 из семидесяти апостолов почти всю свою сознательную жизнь святой проводил учения христова наставлял православных людей помогал им и сам же поклонялся святой вере симеон был выбран на место первого епископа юросолимского сразу же после того как сняли великого и святого апостола иакова когда святому мученику симеону было уже за сто лет при правлении императора трояна его было схвачено язычниками и распятан на кресте в то время старцы называли этот день семен семена в день семён рано пашет название рано пашет связано именно с тем что сегодняшнего дня нужно было все массово браться за орудие труда и продолжать плодотворную работу на полях лугах огородок и садах у своих скромных домов зачастую этот день люди начинали очень рано чтобы согласно традициям все успеть и ничего не забыть сельское хозяйство играла огромную жизнь роль в жизни крестьян они трудились не покладая рук и могли проводить на полях и огородок сутки ничего не ели и не пили и лишь бы все сделать вовремя они старались готовить список дел заранее чтобы ничего не забыть и сделать все согласно давних народных примет и традиций тщательно следя за погодными условиями расписывая все по определенным дням и датам где можно было делать и сажать лишь определенная в этом списке помимо вспахивания посадки удобрения полива и сбора были еще несколько обязательных пунктов о которых наши предки помнили всегда это была молитва это были магические слова и вера возможность помолиться о посаженных семенах приговорить при приготовить землю и попросить бога предстоящей благой погоде было вещи без которой не получался такой богатый итог который был выражен хорошем урожае и отличном плодородии и процветании земли в день семена равнопашца говорили наши предки следующее что пора пахать когда гром гремит лес в листву одевается жаворонок запел а водяные лягушата квакать начинают в некоторых регионах 10 мая начиналось время пахоты и тяжелые работы женщины давали перед такими днями отдохнуть и выспаться своим мужчинам не трав не тревожили их по пустякам на улицах старой бабушке смеясь говорили при виде мужчин что муженек ты хоть умирать собирайся а земельку топаши сегодня можно было заметить как клен начинал потихоньку цвести вместе с весенними цветами на огородах люди прокапывали прокапывали малину высаживали на грядках сладкие сорта лука а сегодняшнего дня и до 15 мая старались успеть посеять семена гороха петрушки разных видов и сортов капусты свеклы и моркови к посеву относились очень трепетно с большим желанием и небольшой опаской наши предки знали хорошо что спешить с посевом ни в коем случае нельзя было а с хлебом и тем более него сели исключительно в теплую погоду и только в теплую теплую землю дабы понять что почва была теплая готова принимать зерно на нее клали руки чтобы почувствовать как она прогрелась некоторые люди могли даже снять обувь и пахать землю на босую ногу так они наверняка убеждались готова ли уже земля принять хлеб или еще пока нет в некоторых регионах рассказывали что пахать нужно тогда когда лес уже будут полностью зеленый и одетый в листво своем также в разных городах существовали и особые обычаи к примеру южные области где люди до вспахивания своих огородов и полей отказывались даже петь и танцевать а пение вблизи вовсе ассоциировали считали грехом после которого стоило идти в церковь и просить прощения у бога погода простому народу говорила о многом дождь например сулил прекрасному урожаю ржи в этом году если ранним утром россы на траве не наблюдалось вовсе то ночью ждали большой проливной дождь вечерний туман у подножья означало окончание ненастной погоды и наоборот ненастную погоду нам подсказывали облака которые просто летели по небу в ожидании дождливой и пасмурной погоды сегодня не стоило шутить землей и об этом говорили детям еще с раннего возраста старались не петь и не играться у полей потому как согласно старых традиций рассказов наших предков урожая не будет совсем как уже рассказывали ранее пение считали грехом в этот день и за это могли отправить в храм просить прощения зерно которое приготовлено на посев нельзя было потерять или скормить нечаянно скоту иначе ждали не урожая его готовили задолго до и настаивали и приговаривали заряжали положительной энергией готовили зерно к плодородию по дому кстати было запрещено что-либо делать сегодня весь тяжелый труд переносили на следующий день или даже на неделю все потому что сегодня и ближайшую неделю неделю было чем заняться людям а именно подготавливая поля и огороды сажая занимаясь земельным хозяйством для своего же благо в будущем было даже сегодня и негласное правило которое запрещало кидаться плохими словами ругаться а уж тем более это все нельзя было по отношению к родителям это сулило к неразрешенными очень долгому и неприятному конфликту который никому не нужен был вовсе поэтому старайтесь избегать подобных ситуаций будьте умнее и сглаживайте подобного рода разговоры уверены что данный конфликт именно сегодня никому из вас не нужен все это просто стечение определенных обстоятельств поэтому стоит перевести тему успокоиться и поддержать друг друга это будет самым правильным решением в этой сложной и неприятной ситуации а 10 мая празднуют свои именины следующие имена семён степан и стефан также сегодня 10 мая не следует принимать дома незнакомых людей считается что вместе с ними жилье может проникнуть и нечистая сила а чтобы самому не занести домой нечисть необходимо переступить порог именно через порог спиной вперед в это верили наши предки есть еще несколько примет на этот день связанных с достатком так и в этот день нужно обойтись без выпечки с капустой не готовить ее нельзя и не есть противном случае в доме перестанут водиться деньги ну а чтобы не оказаться в тяжелой финансовой ситуации 10 мая лучше не повышать голос под запретом даже громкое пение мне рекомендуется 10 мая смотреть на драку причем это касается любых конфликтов даже среди животных иначе бит будешь говорили так в народе сны в эту ночь могут быть вещами ну а чтобы сновидение исполнилось необходимо весь следующий день провести в позитивном настрое ну а если приснился кошмар нужно рассказать о нем бегущая воде и она унесет собой весь негатив и тогда сон точно не сбудется также запрещается в этот день и заболевшим весь день проводить дома необходимо хотя бы на полчаса выйти на улицу и погреться в лучах солнца наши предки говорили что таким образом можно вылечить любые болезни в этот день запрещается и поливать комнатные цветы тот кто нарушит запрет может разгневать судьбу и его ожидает разлука с любимым человеком посадка цветов этот день предвещает романтическую встречу и завязывание новых любовных отношений если у вас нет партнера также в этот день запрещается подвозить странников если проигнорировать запрет вас ожидают неприятные обязанности именно по этой причине лучше не брать к себе никого в машину а тем более с целью заработка ведь тогда вы будете отдавать долг другого человека сегодня 10 мая не ремонтируйте и не покупайте обувь согласно народным приметам в такой обуви у вас будут одни неприятности также в этот день запрещено впускать в дом бродячих животных незнакомых людей и летающих рядом птиц ведь сегодня темные силы могут принять жалобный вид и захотят проникнуть ваш дом далее друзья у нас с вами лунный календарь на 10 мая 2022 года по лунному календарю нас с вами ожидают 10 и 11 лунные дни растущая луна в знаке зодиака дева знаете силы в организме начинает бить фонтаном созидания во всех смыслах главный девиз и тема этого дня обычный обычно этот лунный день энергетически очень сильный и питает этой энергии всех на так что сегодня стоит ожидать необыкновенного прилива сил бодрости и оптимизма когда хочется свернуть горы вершите творите созидайте не бойтесь сегодня проявлять инициативу и браться за самые сложные задания сегодня вам все будет по плечу в этом потоке жизнерадостности нужно будет найти время чтобы посвятить его своим корням предкам истории своей семьи навестите родителей посмотрите с ним старые фотографии поговорите с ними о вашем роде еще раз изучите вспомните свою родословную этот день будет очень удачен для создания новой семьи браки совершенные в этот день очень крепкий и редко заканчиваются разводом в этот день может произойти постижение каких-то высших истин приобщения к божественным знаниям которые откроют вам очень важные тайны они могут указывать вам на то в каком направлении надлежит двигаться дальше очень часто такие просветления дарят очень неожиданно когда их совсем даже не ожидаешь сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством жилища это семейный день хорошо быть вместе с семьей с близкими приглашать родственников очень уместно в этот день будут вспомнить традиции своей семьи своих предков как эти традиции поддержать и укрепить в будущем именно в этот день рекомендуется начинать строительство дома для семьи печаль этого дня окажется кратковременная на быстро и легко забудется однако сегодня все таки не рекомендуется путешествовать стрижка что касательно стрижки волос в этот день то делая стрижку сегодня вы нарушите гармонию дня что может повлиять на ваше здоровье в будущем более того новая стрижка получит неряшливый и будет долго отрастать именно в этот день стоит запланировать курс лечения волос и начать пить витамины проконсультировавшись с врачом сделайте массаж головы и шеи это улучшит приток крови к луковицам волос скоро вы заметите что не только волосы стали расти лучше но и кожа лица приобрела более здоровый вид эти сутки хорошо подойдут для доведения до ума вашего образа или стиля будет здорово если вы измените образ за счет удлинения волос ваш мужчина непременно это оценит наращивание волос и увеличение густоты натуральными прядями благоприятно повлияет на вашу ауру что же касательно окраски волос то окраска натуральными красителями поможет вам расположить начальство к вашей персоне рекомендуется расчесывать волосы сегодня как можно чаще это усилит проводящую функцию волос в этот день каких-либо особых предупреждений нет но все равно будьте осторожны и внимательны и вот такой друзья у нас с вами день 10 мая с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал также подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии а прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника друзья это следующий рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам больше интересно и полезно и смотрите там друзья очень много полезной важной нужной и интересной для вас информации